здравствуйте тема сегодняшнего урока элемент управления repeater и grid view как мы уже не раз обсуждали на прошлых занятиях а спнет эта технология которая используется для построения бизнес-приложений а в бизнес-приложениях у нас очень много различной информации соответственно нам необходимы механизмы которые упростят отображение этой информации пользователю элемент управления repeater и grid view это как раз два контрола которые позволяют нам различным способом отображать данные пользователю в этом уроке мы рассмотрим возможные настройки свойства и методы которые используются в этих контролах первый контрол который мы с вами разберем это repeater repeater это элемент управления который поддерживает привязку к данным и для каждого элемента который извлекается из источника данных repeater генерирует определенную html разметку по заранее установленному шаблону можно сказать что repeater это некое подобие цикла for each который мы размещаем в пользовательском интерфейсе но если задача цикла for each выполняя итерации запускать инструкции написанные на c-sharp коде то задача repeater выполняя итерации по коллекции генерировать html разметку которая будет добавляться в ответ пользователю сейчас на слайде мы видим что у нас есть такой шаблон кода участок кода в котором мы создаем repeater для этого repeater мы можем из code behind например в code behind создать коллекцию и привязать эту коллекцию к repeater или мы можем непосредственно рядом с repeater создать sql data source и привязать этот data source к repeater то есть любым известным нам способом мы можем предоставить repeater информацию а repeater в свою очередь пользуясь item template вот этим вложенным элементом генерирует для каждого элемента из источника данных определенную html разметку которая будет показана пользователю также на этом слайде мы видим иерархию классов которые используют control repeater на самом деле все элементы управления в аэспонет это обычные c-sharp классы которые наследуясь от определенных системных типов получили то поведение свойства методы которые сделали эти классы элементами управления вот repeater это очень простой элемент управления так как у него есть только один родитель который является классом control control это самый базовый тип данных который добавляет своему дочернему классу необходимые события свойства и методы которые сделают класс аэспонет элементом управления мы в этом курсе не будем детально изучать что происходит в классе control и что именно получает по наследству repeater но в следующем курсе аэспонет углубленный мы рассмотрим детальные механизмы создания серверных элементов управления давайте сейчас перейдем в примеры посмотрим как в коде выглядит работа с контролом repeater в первом примере в разметке мы создаем элемент управления repeater и при этом не указываем никаких особых для него настроек задаем айди и ранить сервер если мы откроем код behind этого примера кто увидим что на загрузку страницы мы создаем строковой массив далее этот массив устанавливаем как дата сорс для repeater и вызываем на repeater метод data bind для того чтобы repeater прошелся по источнику данных и сгенерировал разметку соответствует со своим шаблоном давайте посмотрим как настроен шаблон самом repeater создавая repeater в первую очередь мы будем настраивать шаблон который задается с помощью элемента item template элемента вложенным вложенного в сам repeater в item template мы можем поместить любой html код плюс дополнительный c-sharp код который будет выполняться для каждого элемента в repeater то есть сейчас для repeater у нас используется коллекция в которой находится пять строковых значений задача repeater поочередно извлекать из коллекции информацию и с помощью item template отображать эту информацию в пользовательский интерфейс здесь на первой итерации repeater возьмет первый элемент коллекции поместит в item template item template превратится в html разметку после этого repeater возьмет следующий элемент поместит этот элемент в item template опять сгенерируется новый блок разметки и так будет происходить до тех пор пока repeater не получит информацию лежащую во всей коллекции для того чтобы получить доступ к элементу который в текущий момент использует repeater мы должны обратиться вот таким вот выражением к источнику данных мы создаем серверный тег указываем что используем выражение привязки и привязываемся к контейнер data item data item это как раз и есть элемент который извлекается из коллекции это сейчас так как здесь у нас находятся строки каждый элемент это строка то по сути нашим repeater am мы вначале выводим строковое сообщение потом делаем перенос потом следующие итерации мы берем следующую строку из источника отображаем его в разметку делаем перенос на новую строчку и так до тех пор пока не закончится вся информация находящаяся в источнике да давайте запустим пример вот мы видим что repeater вывелся как список item 1 2 3 и до 5 то есть то что было у нас код behind если мы посмотрим на исходный код документа то мы увидим что выражение привязки к дата айтему превратилась в текст item 1 item 2 а следующая фраза бр следующая строчка html кода вот она вывелась как литерал в сгенерированной странице обычно источник данных это не просто массив строк эта коллекция состоящая из сложных объектов у каждого объекта есть определенный набор свойств в следующем примере мы посмотрим как можно создать айтем темплейт для источника данных который представляет из себя коллекцию объектов с свойствами они просто строк в следующем при следующем примере источником данных будет коллекция параметризированная типом кастомер в файле customer database cs у нас есть структура в этой структуре находится четыре свойства first name last name phone number и email наша задача коллекция коллекцию вот этих структур отобразить в пользовательском интерфейсе на строке 11 у нас содержится статическое свойство обращаясь к этому свойству мы проверим если на момент обращения коллекция customers если эта коллекция еще не проинициализировано если значение этого поля null то в таком случае мы вызываем конструктор для коллекции и далее заполняем коллекцию кастомерами мы создаем отдельно структуру объект структуры customer заполняем свойства этого объекта и добавляем объект в коллекцию и так делаем несколько раз чтобы коллекция содержала себе несколько элементов и в итоге эту коллекцию возвращаем это наш источник данных в код behind второго примера на загрузку документа мы берем репитер размещенный в интерфейсе и в свойство data source записываем значение которое возвращает свойство кастомер то есть лист параметризированный типом кастомер мы помещаем в качестве источника данных в репитер и далее вызываем этот data bind чтобы источник данных превратился в разметку давайте теперь посмотрим как выглядит шаблон для этого источника данных теперь источник данных это не просто строковое значение а объект состоящий из нескольких свойств и свойства first name last name email и так далее и на каждой итерации если мы будем просто обращаться кто-то а этом мы будем получать весь объект со всеми его свойствами нам необходим механизм с помощью которого мы сможем вытащить свойства каждое свойство по отдельности сейчас когда item template будет формировать разметку вместо того чтобы обращаться к контейнер data item мы в выражении привязки вызываем специальный метод метод эвал задача этого метода взять элемент который в данный момент репитер отображает и с помощью рефлексии найти в этом элементе свойства first name и значение этого свойства установить в ту часть кода где мы используем выражение привязки то есть получается значение текущего айтема из коллекции значение свойства first name будет отображено вот в этой части разметки далее нас будет идти пробел и за пробелом мы вытащим следующее свойство last name которое есть в текущем элементе после этого мы сделаем перенос на новую строку выведем текст phone и после этого из объекта извлечем значение свойства phone number после этого свойства email когда мы сгенерируем один item template таким образом мы возьмем следующий элемент из коллекции поместим этот коллекции элемент в data item и на основе этого же а этом темплей то вы видим разметку но уже для новых данных которые есть коллекции если мы запустим этот пример то мы увидим что данные которые находятся в коллекции customers вот в таком представлении отобразились в интерфейсе если мы откроем исходный код то вот мы видим что каждый блок разметки который выводился в интерфейс он соответствует item template вот четырнадцатая строчка eval first name last name вот иван иванов далее перенос на новую строку br далее phone и значение которое было взято из коллекции email и соответственное значение после этого hr перенос на новую строку и когда мы вот этот блок кода вывели repeater вытащил новый объект из источника данных и к этому новому объекту заново начали применяться методы eval они из объекта рефлексии начали извлекать новые свойства и показываете значение этих свойств в интерфейс сам по себе repeater не ограничивается только одним шаблоном item template настраивая repeater мы можем указать несколько шаблонов третьем примере мы увидим как это происходит repeater в примере номер три использует тот же источник данных что и repeater в предыдущем примере но в самом repeater мы создаем несколько шаблонов первый шаблон который мы видим это header template этот шаблон применяется единожды перед тем как repeater начнет строить разметку для той информации которая была задана через код behind в шаблоне мы будем выводить в header template мы будем выводить просто заголовок h1 с текстом список пользователей дальше repeater будет использовать два шаблона для того чтобы сформировать данные которые находятся в источнике данных это шаблон item template который мы уже с вами видели и alternating item template эти шаблоны repeater будет постоянно чередовать вначале repeater использует item template выводит информацию потом следующая порция данных взятая из источника будет отображена в интерфейсе через шаблон alternating item template потом заново item template потом alternating item template и таким образом шаблоны будут чередоваться до тех пор пока мы не закончим перебор всей информации лежащий в коллекции если мы хотим чтобы между шаблонами item и alternating item template выводилась дополнительная разметка можем использовать separator template separator template в данный момент у нас будет просто рисовать горизонтальную линию отличие в этом примере между item template и alternating item template заключается в следующем в этом темплейте как и в предыдущем примере мы с помощью метода eval из источника данных читаем свойства first name last name и прочее для того чтобы сгенерировать блок разметки а в alternating item template мы эти же свойства отображаем в элементе div для которого сдаем определенный background color в самом конце репитера создается элемент footer template это шаблон который будет применяться только один раз и будет использоваться в самом конце репитера вот мы видим что в разметке вначале сработал header template потом item template потом separator template нарисовал линию потом alternating item template нарисовал тот уже разметку только на зеленом фоне потом опять separator template item template alternating item template и footer который завершил разметку которая генерировалась репитером